Ситуация в зоне АТО контролируемая, сообщают в штабе. По информации ведомства, время перемирия военные используют для обучения и ремонтных работ по восстановлению инфраструктуры Донбасса. Так, бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной бригады высокомобильных десантных войск ВСУ провели контрольные тактико-строевые занятия. На сегодняшний день проводится батальонно-тактическое строевое занятие. Выполняем задачу в рейдовом загоне бригады для обеспечения прохода основных сил центров для выполнения подальших задач. Готовились военные к введению рейдовых действий в условиях применения артиллерийских средств и авиации условного противника. Как сообщает военная ТВ Украины, таким образом командиры всех уровней получили дополнительную практику в организации системы огня и управления подразделениями. Провели батальонно-тактико-строевые занятия за тематикой рейд. Прошли порядка 20 километров в одну сторону, отработали свои вопросы, но работать есть еще над чем. Восстановительные работы проводились вблизи Мариуполя, в селе Бердянское, где военные при помощи местных жителей восстановили водоснабжение. На данный момент тут уже рік не было воды. Местцевые, которые проживали на данном селе, воду завозили сюда в ямкостях или бутилях. Так само деякие мешканцы просили, приходили до нас, и мы им давали воду. То есть бабушки там старенькие, те, которые не могли приехать или выехать из всего села. На данный момент вода уже решается. Также в этой зоне продолжаются ремонтные работы, направленные на восстановление жилых домов и электрики. По словам военных, местные жители активно сотрудничают с бойцами АТО. Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Марьинке, Донецкой область, хранилище с большим количеством боеприпасов. Об этом сообщают в пресс-службе СБУ. Правоохранители изъяли из тайника, который был оборудован в заброшенном частном доме, более 300 гранат для гранатометов, три подствольные и две ручные гранаты, большое количество патронов различного калибра. Ведутся неотложные оперативно-следственные действия, сообщает ведомство для установления организаторов тайника. В Мариуполе не утихают споры вокруг несостоявшихся выборов. 28 октября прошло заседание Коалиции демократических сил Мариуполя. Об этом сообщает корреспондент УТВД. Было принято постановление из четырех пунктов. Представители партийных организаций требуют привлечь к ответственности лиц, которые виноваты в срыве избирательного процесса и его фальсификации. Кроме того, демократические силы требуют провести выборы в максимально короткие сроки согласно Конституции Украины. Мы хотим заявить и заявляем это каждый день на всю страну о том, что мы хотим выборы, чтобы выборы у нас проходили. Но, во-первых, чтобы они проходили согласно Конституции. И, во-вторых, обязательно, чтобы они были честными и не заангажированными. В день освобождения Украины от фашистских захватчиков славянские почтили память погибших во Второй мировой войне. В ходе мероприятия перед местными жителями выступил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский. Для меня этот день, как и для всех, всего украинского народа, есть днем памяти. Мой отец 22 червня 1941 года вступил на Захидном кордоне в первый бой, отступил до Сталинграда и потом пришел до Берлина. И через все, через все свое життя я пронесу вдячность до ветеранов. После выступления к памятнику погибшим воинам были возложены цветы. Представители Государственной экологической инспекции и общественная организация Всеукраинский комитет народного контроля во время совместного рейда обнаружила место вырубки леса. Древесину вырубывали возле села Приболье Славянского района. Предприниматель, который руководил работами, сослался на разрешение сельского головы и не смог показать разрешительные документы. У вас есть разрешение на вырубку? Вы согласны закону здесь производить работу? Ну, два года назад была законная зачистка остатков леса. Все. И отопление вышло на детские садики, детские школы полностью по всему району. То есть это два года уже здесь производится вырубкование, да? Это не два года. Потом началась война и это все прекратилось. Естественно, какие могут документы за два года остаться. Это было все с разрешением Прибольского сельского головы, чтобы так как отапливать, надо было детские учреждения. Только-только сюда, кстати, заехал. Вы же не думаете, что я вывез отсюда 200 машин? А когда же вы завозили тогда Прелестное в детский садик? Прелестное я завозил два года назад. Два года назад? Два года назад.